В день города в поселке Рубежный двойной праздник. Здесь отметили не только годовщину основания Самары, но и открытие детской площадки. Местные жители не нарадуются, ведь о такой зоне для отдыха мечтали давно. У нас настолько активные жители, что вот узнав о существовании губернаторского проекта содействия, было предложено поучаствовать. И люди, не обладая достаточной инфраструктурой, площадками, позволили себе замахнуться на такой глобальный проект. И он осуществился. Реализовать спортивный игровой проект жителям Рубежного помогли районная и городская власть. На это ушло два года. Сначала построили новое современное футбольное поле, турниковый городок и детскую площадку. Сейчас здесь появились прогулочные дорожки, концертная сцена, благоустроили зону отдыха и развлечений. Жители предлагают дальше. Мы идем дальше, я не знаю, в следующем году или попробуем, конечно. Мы хотим теперь беговые дорожки, а мы хотим скейт-парк. И жители на это согласны. Даже сами предлагают уже благоустраиваться. Поэтому я думаю, что это завершение, а это продолжение. На территории Куйбышевского района, где расположен поселок Рубежный, в этом году реализовано уже три проекта по программе содействия. 10% вкладывают жители, остальное, в данном случае порядка 6 миллионов рублей, выделил областной бюджет. Такие проекты, они стимулируют эту активность. Более того, вот эта ответственность, в том числе финансовое участие в таком проекте, оно, конечно, мы надеемся, приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться впоследствии к содержанию этой территории. Мы показываем всем людям, жителям, прежде всего, этой территории, что в частном секторе тоже возможно производить качественное благоустройство. В этом месяце на новой площадке пройдет День микрорайона, а затем здесь будут отмечать и другие праздники. К примеру, Новый год и Масленицу. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События.